Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга, снова на финансовых рынках и продолжаем разбирать, анализировать ключевые фундаментальные события, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня традиционный формат для четверга. Посмотрим на основные новостные сводки. Сегодня очень много акцента я хочу сделать на отдельные статьи, поскольку в них кроется достаточно смысла, чтобы оценить еще раз объективно, друзья, о том, что реально происходит в плане новостном и как это, разумеется, будет воздействовать потенциально на динамику финансовых активов. Я имею в виду американский фондовый рынок, я имею в виду нефть и, разумеется, то, что будет происходить еще и с индексом доллара. Так, давайте тогда к демонстрации экрана. Первое, на что я классически делаю акцент, это на наш канал на YouTube. Не забывайте подписываться, друзья, оставлять вопросы в секции с комментариями под тем контентом, который вас непосредственно заинтересовал. И не забывайте лайки. Хочу сказать то, что завтра мы с нашими партнерами подготовим для вас ролик уже о итогах президентской гонки и о том, как на курсе доллара и фондовом рынке может отразиться президентство Байдена. Хотя сегодня, опять же, я сделаю еще один акцент на новостной фонд, в котором сохраняется вероятность того, что Трамп может все-таки выйти победителем из этой гонки. Первое, друзья, то, что я хотел бы вам показать. Это вот самая резонансная тема этой недели, разумеется, сообщение от Pfizer, которым удалось найти вакцину. Эта вакцина якобы показала 90% эффективности в результатах. Однако, вот смотрите, как интересно пишут то, что американская компания Pfizer, да, это мы так уже и знаем, но даже при самом позитивном исходе вакцина не появится в массовом доступе до конца этого года. Анонс фармкомпании носит предварительный характер и не может давать никаких гарантий, поскольку основан на данных 94-х случаев заболевания коронавирусной инфекции из 44 тысяч зарегистрированных в исследовании. При этом, друзья, часть участников получали настоящую вакцину, а часть только плацебо. Pfizer не уточняет соотношение этих групп в представленных результатах. Ну, очень похоже на то, что ранее мы слышали от AstraZeneca, от Moderna, которые также говорили о найденной вакцине, однако по факту оказывалось, что это не так. Планы Pfizer сейчас включают в производство 300 миллионов доз вакцины, но до конца года возможно произвести только около 50 миллионов, и то, если у них будет, собственно, разрешение на это. И уточняется, что даже при самом оптимистичном сценарии, даже вот эти 50 миллионов доз можно будет смело делить надвое, поскольку вакцина предполагает двукратное введение. Это к тому, друзья, то, что в сухом остатке у нас остается, то, что, может быть, Pfizer, в конце концов, и даст мировой экономике лекарства от ковида. Но прежде чем этот препарат получит массовое распространение, пройдет очень и очень много времени. Плюс ко всему остается много вопросов, вот даже здесь делается акцент, какой уровень защиты она сможет обеспечить, как часто необходима иммунизация, насколько она эффективна у детей и пожилых людей, и смогут ли вакцинированные переносить и распространять инфекцию в бессимптомной форме. То есть я бы не стал всецело сейчас полагаться на то, что панацея найдена. Если вы разделяете такую же точку зрения и считаете, что прежде чем все-таки можно будет говорить «ГОП», нужно подождать какое-то время. И пока мы, друзья, ожидаем, к сожалению, мы работаем с довольно печальной статистикой по факту распространения ковида. Вот сайт исследовательского центра Джона Хопкинса, опять же, общее количество заболевших, посмотрите, по суточному. Ну, в принципе, показатели остаются на рекордных максимумах. Если разбирать регионально, картина следующая. Штаты 10 миллионов больше. И вот этот график, это не ошибка, друзья, посмотрите, рекордные показатели. Опять же, Англия тоже количество заболевших за сутки фиксировано. Официально, в районе 25 тысяч. И поскольку погодные условия становятся все хуже, то есть температура снижается, все готовятся к зиме, люди меньше времени проводят под открытым небом, на воздухе, больше в помещении, и, разумеется, повышается вероятность того, что инфекция будет распространяться еще стремительнее и значительнее. Эффект второй волны, я думаю, еще проявится. Мы должны быть к этому готовы, друзья. Заранее понимая, как будут действовать регуляторы власти, я рассказываю вам об этом месяцами уже, о том, что не обойдется мировая экономика без дополнительных инъекций, которые, собственно, будут анонсированы в самое ближайшее время. И следующая новость, на которую я хотел бы сделать акцент, это для тех, кто интересуется обстановкой и ситуацией с британской валютой, мы сейчас графиком перейдем, чуть позже я покажу конкретно. Но, друзья, новости следующие. Совсем скоро, а именно 19 ноября, это у нас следующий четверг, это окончательный срок проекта соглашения по Брекзиту. На данный момент мы можем точно сказать, что переговоры продолжаются, конечно же, но продвигаются с большим трудом. Самыми проблемными вопросами называют доступ прополовного флота ЕС к водам Великобритании. И официально, несмотря на то, что мы периодически видим заявление как от представителей Европейского Союза, так и от представителей Англии, о том, что есть надежда на прорыв, я повторяю, друзья, то, что совсем немного времени, то есть фактически неделя остается до разрешения ситуации с Брекзитом. И если все пойдет так, как, скорее всего, действительно пойдет при жестком сценарии, мы должны быть готовы к серьезным распродажам британской валюты, потому что сделка, жесткая сделка, выход Англии из ЕС без сохранения доступа к единому европейскому рынку и таможенному союзу – это самое худшее, что может произойти сейчас с британской экономикой в условиях ситуации с ковидом и в условиях той рецессии, в которой Англия находится. Напомню, что из-за ковидной темы и, возможно, последствия экономические для Англии, пандемии – самый разрушительный среди всех стран, относящихся к Европе. Также хочу обратить ваше внимание на новости, касающиеся нефти. Локально мы вчера видели то, что котировки Брента тестировали новый локальный максимум, однако под конец дня откатили. Этот откат был связан с реакцией трейдеров на прогноз ОПЕК касательно падения спроса на углевую дорогу. Ожидается, что в 2020 году сокращение спроса на нефть составит 9,75 миллиона баррелей. Причем ранее, собственно, предполагалось снижение на 9,47. Несмотря на все вот эти позитивные новости, все-таки те, кто объективно оценивает текущий новостной фон, обращают внимание на то, что влияние ковида сейчас будет разрушительным для товарного сырья. Из-за того, что все-таки многие страны остаются в состоянии частичных локдаунов, а некоторые регионы, такие как Штаты, могут к этим локдаунам прибегнуть в самое ближайшее время. Тема с выборами. Вроде бы как уже позади, но, друзья, не нужно торопиться пока с выводами. Вот хочу обратить ваше внимание на следующее. Следующее. Так, как мы знаем, у Байдена сейчас 270 голосов выборщиков. Ну, все было бы хорошо, если бы не несколько исков, которые были поданы командой Трампа, разобраться, перечитать голоса и выяснить, действительно ли у демократов была такая поддержка. Штаты, где сейчас пересматриваются голоса выборщиков, это Пенсильвания 20 голосов, Невада 6 голосов, Мичигана 16 голосов, Джорджия 16 голосов, ну и также Висконсина, Аризона, сейчас видите. Для того, чтобы перевернуть расклады и стать президентом, Трампу нужно получить 38 голосов. Это значит, что ему нужно выиграть как минимум 3 штата. Задача сложная, но не невозможная. Теоретически президента устроят и 37 голосов. Это к тому, что, друзья, как бы нам не хотелось сейчас закрыть тему с выборами, нужно понимать то, что если после процесса пересчета голосов те необходимые голоса, которые нужны сейчас Трампу, в итоге ему достанутся, то президентом и хозяином овального кабинета на следующий срок снова будет Трамп. Если это произойдет, мы, безусловно, уже впоследствии поговорим. Я думаю, что будет очень интересный ролик под это. Но есть то, что есть сейчас в моменте. Что касается экономического календаря, сегодня ждем совсем скоро данные по Англии. Это темп экономического роста, промышленного производства. Более важная статистика по штатам. Зарядки на пособиях и безработицы, где традиционно я жду слабый отчет. И еще сегодня я рекомендую последить за динамикой индекса потребительских цен. Потому что нам важно, друзья, сейчас фиксировать рост инфляции, о котором ранее говорил Федрезерв. Потому что чем выше сейчас будет инфляция, тем больше шансов у нас топить за идею более слабого американского доллара. Что касается непосредственно рыночной ситуации, давайте начнем с индекса доллара. 93,01 в моменте мы видим котировки. Ничего страшного не произошло. Я просто хочу, чтобы вы, друзья, осознавали, что рынок как-то срочно прогнозировать невозможно. Поэтому тот анализ, который делаем мы, фундаменталисты, это анализ на долгосрок. Я рассказываю вам о тенденциях, которые должны быть основополагающими в динамике американского доллара. Эти тенденции неоднократно уже указывались для вас. В частности, по американской валюте это нисходящая тенденция. Будет, конечно же, и локальный рост, но все равно продавцы будут перехватывать инициативу при текущей экономической конъюнтуре, низких ставках, инфляционном таргетировании, мерах экономического стимулирования, потенциального роста инфляции, последствий пандемии и, конечно же, ожидаемых мерах экономического стимулирования. Я не могу точно сказать, когда Конгресс анонсирует новые меры экономической поддержки. Это может произойти и через две недели, это может произойти к концу года и в первом квартале 2021 года. Но это произойдет. И как только это случится, конечно же, мы увидим реализацию в Санаре на снижение курса доллара. Как поведет себя американская валюта до того, как эта новость появится на рынке, ну, не знает никто, друзья. Поэтому моя позиция, даже несмотря на локальный рост, меня он не пугает, я нормально отношусь к нему и работаю, и вам рекомендую работать с соблюдением четких правил риск-менеджмента, особенно на таком рынке. Работать спокойно, не переживать, видя тенденцию и сохраняя как бы преданность конкретной фундаментальной идеи. По европейской валюте то же самое. Ну да, мы откатили от максимумов, так и не пробили мы. Вот уровень 1,1950, сейчас 1,1772. Ставка на рост евро, опять же, сохраняется. Фунт сделал я акцент на, друзья, новостной фунт, связанный с очень скорой, такой важной датой, то есть следующий четверг. Либо сделка есть по Брекзиту, либо ее нет. Я придерживаюсь сценария того, что сделки не будет, поэтому все-таки, несмотря на то, что ставлю на рост европейской валюты, по фунту рекомендую только лишь короткие позиции. Хочу сказать то, что я нахожусь уже довольно давно в целых по этому инструменту. При тестировании локальных максимумов, вот как это было с отметкой 1,33, я вчера увеличил свою позицию, и жду довольно серьезного снижения пары фунт-долларов вплоть до отметки 1,25. Золото 1870, уровень довольно важный, вот на отметке 1850. Мы видим, как его хорошо держат. Я сформляюсь к тому, что золото все-таки восстановит свои позиции, потому что придерживаюсь идеи ослабления курса американского доллара. Фондовый рынок, здесь только лишь рост, тоже как тенденция. Как лучше перезаходить и с каких уровней перезаходить в рынок для тех, кто ранее не покупал или уже купив, заработали на максимуму, сокрыли там сделки, сейчас ищут повторные точки входа. Друзья, смотрите на уровень скользящей средней. Я вам рекомендую 137-й период. И, соответственно, если будет коррекция к этим значениям, вот считайте, подарок для вас зайти по более выгодным ценам. Ну и что касается рынка нефти, тут сумасшедший рост больше 30%, а фактически меньше, чем за две недели. Сейчас котировки 43,88. Также показывала вам статью изменения прогноза спроса на нефтянку от ОПЕК. И именно она спровоцировала вчера распродажи. Я думаю, что рынок нефти уже пора сдувать, тем более, что влияние пандемии остается все-таки в приоритете, актуальным. Как скажется, их повлияет ли вообще, и существует ли вообще, смотрите, следом вопрос идет, реальная вакцина, мы узнаем не скоро. Пока предлагаю все-таки говорить о рисках воздействия негативного второй волны на показатели спроса и в связи с этим ставить на то, что рынок нефти могут очень быстро основа продать. Но конкретных рекомендаций пока давать не буду. Друзья, на этом, собственно, все. Большое вам всем спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра. Все пока.